Донецк. Сейчас в том же Нитайлово, помимо порядка восьми сотен местных жителей, проживают около 300 переселенцев. Взрывы все, стрельбища, все мы это слышим, но живем, что же делать. Жизнь продолжается, а уже не так реагироваешь, как реагировал до этого. Сейчас активных боевых действий в Нитайлово нет. Лишь доносятся звуки выстрелов и взрывов из соседних населенных пунктов – Песок, Невельского, Водянова. Но, по словам местных жителей, летом 2014 года село регулярно обстреливали. Тогда на задний двор детского сада и школы упал снаряд. Выбила осколками окна в детском саду, также в школе на втором этаже. Побила калитку в детском саду. Слава Богу, на тот момент в детском саду никого не было. Шли боевые действия здесь, и детский сад был закрыт. Шифер побитый был, крыша, вернее, побита была. Это первый взрыв. Остальные взрывы шли вот тут рядышком, в домах. Буквально вот сколько тут, ну, 50 метров. Когда село освободили от боевиков, начали возвращаться его жители, в том числе семьи с детьми. Зимой 2015 года возобновили работу школа и детский сад. Правда, что целую зиму наши дети мерзли, потому что в спальне пленка обитая, и холодно было, прохладно, хоть и топили, света не было, приходили и ночью включали, чтобы детям подогреть, и утром включали обогреватели, чтобы теплее. Восстановлением здания Нитайловского учебно-воспитательного комплекса занялись сами жители села. Педколлектив, родители, просто односельчане. Директор УВК Галина Честа рассказывает, особенно помогают местные предприниматели, выпускники учебного заведения, волонтеры. Среди них и харьковчане. Так, общими усилиями смогли перекрыть 300 квадратных метров поврежденной крыши. Сейчас в детском саду 18 детей. На очереди еще столько же. Только за последнее время в родное дошкольное учреждение вернулись трое малышей. В целом в УВК вместе со школьниками пока насчитывается порядка 70 детей. Еще не все восстановлено. Еще до сентября месяца будут работы проходить. Значит, очень помогли нам чешская гуманитарная организация «Человек в беде». Они нам поставили окна. Вот сейчас у нас есть договоренность, что они еще. Они поставили 19, еще 27 окон обещали поставить. И осуществить ремонт крыши. Дошкольное учреждение в селе Первомайское Донецкой области уже дважды попадало под обстрел в январе прошлого года. До сегодняшнего дня родители, педколлектив и волонтеры своими силами восстанавливали здание. Ставили окна, двери, чинили поврежденную проводку. Закупали генераторы, чтобы зимой отопить помещение. Волонтеры привозили строительные инструменты, детские вещи, игрушки, констовары, лекарства. И вот уже сейчас жители серой зоны рассказывают, первые числа июня и июля нынешнего года выдались тяжелыми. Возобновились обстрелы. В основном ночью. 3 июня в детском саду Ивушка был выпускной. В будущее первоклассники посвятили пятерых воспитанников. Но уже ночью около 23 часов дошкольное учреждение обстреляли. Три снаряда прилетели со стороны Донецка. Два из них упали во дворе. Один попал в крышу. Силами родителей, силами мужей мы, как могли, закрыли здание от дождя. Обили окна пленкой, крышу брезентом, старым шифером. Обещали нам сделать ремонт в детском саду. Но пока на данный момент еще ничего. Район обещал. Ясиноватская районная райадминистрация. Несмотря на все бытовые трудности, педагоги Ясиноватского района пытаются наладить качественный учебно-воспитательный процесс. Так, в Нитайловском ОВК в этом году все учебные программы выполнили в полном объеме. Организовали летнюю практику и работу пришкольного лагеря. Мы с детками проводим очень большую работу. Классные руководители на воспитательных часах рассказываем. Очень много помощи нам оказала организация «Красный крест». Они проводили специальные занятия. Инструктора приезжали, как себя вести нужно, когда стреляют, как нужно себя вести, если вы обнаружили взрывоопасный предмет. С прошлого года детей, живущих в зоне АТО, поддерживают харьковские волонтеры. Привозят подарки, устраивают праздники. На днях организовали шоу мыльных пузырей и конкурс с пиньятами. Рассказывают о тех, кому нужна помощь, узнают из разных источников. От журналистов и военных до местных властей. Администрация при необходимости даёт нам отчёт о том, что они сделали, какие работы они уже провели, чтобы мы понимали, чем мы ещё можем помочь. Они не просят от нас невозможного. Для нас они также важны не только координацией, но ещё и безопасностью. То есть это люди, которые сопровождают нас обычно в поездках. Ни в Первомайском, ни в Нитайлово в детских учреждениях нет штатных психологов. Все проблемы в работе с детьми, живущими в зоне конфликта, ложатся на плечи учителей и воспитателей, которые, отмечают специалисты, нередко сами нуждаются в профессиональной помощи. И всё же они находят возможности в силу своих знаний поддержать воспитанников. Мы постоянно успокаивали их, читали сказки перед сном. Уже реагируют, как вроде бы так и нужно. Как привыкли. Есть дети, которые привыкли. Потому что сегодня опять у нас стреляли, сегодня опять бомбили. Дети – полноценные участники событий, происходящих в зоне конфликта, говорят психологи. Они всё слышат и всё понимают. Поэтому, отмечают специалисты, их окружение не должно игнорировать детскую реакцию на происходящее. И хорошо, если дети спокойно говорят о войне. Хуже, если они переживают эмоции в себе. У нас много было в кошках черныш, мурка. И уже мурка осталась черныш, но осколком попала. Мы в песках были. Бомба попала в кухню, и там крыша взорвалась. Чинили долго. Уже не ходили в садик. Надо было ждать дома сидеть. Слишком долго не ходили. Скучно было. Я сегодня первый день присла. Тогда дома была. Мы почти каждый день в поле без пима. А мы ещё подбрасывали. Потому что у нас там стреляют. На фоне массы социальных проблем жителям серой зоны нужна психологическая помощь, уверены специалисты. Ведь любые невысказанные и непроработанные эмоции, страх или тревога, рано или поздно выльются в проблемы. Как вариант выхода из ситуации психологи видят создание специальной программы для педколлективов, работающих в зоне АТО. В этой программе какой-то экскурс психологических игр, которые полезны самому воспитателю. Поэтому нужно эту реабилитацию провести сами воспитатели, их научить. Пусть это будет 15-20 игр и плюс развивать в них тему, как работать с агрессией, как работать со страхом, как работать с психотравмой. Уже можно минимизировать ряд проблем, которые будут у детей. Пока точечно психологической помощью, адаптацией и взрослых, и маленьких жителей Донбасса занимаются волонтёры. Однако специалисты настаивают – разработка и внедрение программы психологической реабилитации необходимы на уровне государства. Оксана Зинковская, Дмитрий Герасимов, Медиагруппа, Объектив.